Друзья мои, неужели я заказ выбрал? А уже не думал. А очень стремится душа к народу Божьему. Каждое воскресенье, когда в постели, знаешь, собрание, звучит хвала Богу, а ты прикован в постели. Но сегодня я пришёл на праздник к вам. Сегодня мы празднуем или вспоминаем горечь страдания Господа Иисуса Христа. И я прочту одно место Писания и немножко порассуждаю. Я прочитаю послание святого апостола Петра. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал-то судьи правилам. Он грехи наши сам вознёс телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Так, рассуждая, дорогие друзья, о страданиях Господа, что-то я посмотрел по песням нашим. Мало мы вспоминаем о ранах Христовых. Я бы хотел сегодня напомнить нам, что Христос изранен был. Он весь был в ранах. И я прочитал такой стих, тут один есть, да, слова такие в стихе. Ранами Его вы исцелились. И, думаю, если брат считает, кровью очистились, обмелись, благодатью спасаемся, верой окрыляемся, а исцеляемся ранами Иисуса Христа. Вот мы сегодня подошли к тем ранам, чтобы посмотреть на раны Иисуса Христа. И поём одну песню такую, грешник, взглянь, взглянь на раны Христа, на терновый венок и познай, как в любви Он высок. Раны Христа. Я попросил бы каждого, кто сегодня в собрании, кто слушает, глубоко проникнуть в раны Христа. Вы знаете, вот исцеление, а от чего даровать исцеление? Зададим вопрос, от чего? И вы знаете, исцеление даётся нам от маловерия, от неверия, от слабоверия. Исцеление даёт раны Христа. Один из его учеников, апостол, сказал так, мы читаем, «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу персты мою в раны его, не вложу руку мою в рёбра его, не поверю». Не поверю. Вы знаете, что он неделю в страшных муках переживал. Десять апостолов ему сказали, мы видели Господа живой, столько знаков на руках и на ногах, и ребро пробит. И Фома, знаете, сказал, «Если не увижу ран от гвоздей и не вложу мою персты, не поверю». Неделя страшных сомнений, страшной борьбы, и Христос идёт навстречу. На восьмой день после того случая, как он заявил, не поверю, является Христос. Христос приходит, мир вам говорит, а Фома говорит, «Фомушка, мой ученик, моё дитя, подойди сюда, посмотри на руки мою в ранах, на ноги мою, на ребра мою, и не будь неверующим, но будь верующим». Кто меня сегодня слушает? Кто из нас, дорогие друзья, нуждается в этом исцелении? Для этого гарантия раны Христова. Гарантия раны Христова. Фома воскликнул. «Господь мой и Бог мой!» Это высота. А Христос ему говорит, «Ты поверил, поверил, потому что увидел». Блаженны, невидящие и верующие. Мы с вами Христа не видели, когда Он был во плоти. Он уже на небо прошёл, пока мы живём в последнее время. Но раны Его до сих пор являются глубоким исцелением всех наших, недоверия нашего, сомнения и прочее. Пророк Исаия, я нам поясняю эти раны. Мы читаем в 50-ю главу пророка Исаии такие слова. Прошу внимания. «И Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим, ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поругания и оплевания. И Господь Бог помогает мне. Поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо моё, как кремень, ибо знаю, что не оставлюсь в тиде, близок оправдывающий меня. Кто хочет состязаться со мной?» Я открыл ухо. Я открыл ухо. И он услышал, что ему надо идти на тяжёлые муки, на тяжёлые распятия. Но, дорогие друзья, если нам посмотреть на раны Христа, где они были, некоторые, богослови, говорят, что его тело было сплошная рана тела Иисуса Христа. И представьте, на эту спину, израненную бичами римскими, ещё крест возложили, чтобы он нёс на Голгофу. И я думаю, если мы всё-таки эти люди, которые видели, что уже не в силах его нести. И Симона Киридянина попросили понести его крест. Не в силах. Он перед тем не спал много, перенёс насмешек от полка, которые дали ему его распоряжение полка, где ему терновый венок сплели на голову. А знаешь, что такое венок? Это такие колючки большие. Из этих колючек били по венку, и эти колючки впивались в тело его. Тело в колючке, лоб, кровь текла по щекам, из чела его. И так был бит. Когда Пилат много старания приложил к тому, чтобы его избавить от креста, и просил, и уищевал народ, в ней идут, кричат, «Вораву! Вораву отдадим! Убийцу!» А его распили. Распили. Дорогие друзья, и бьют в эти святые руки, которые благословляли людей, гвоздь. Вам приходилось загнать колючку под ногой? Или где-то в коло... Где-то заноза какая-то, и как больно! А Христу сухожилия пробивают. Ему бьют в гвоздь, в руки, в ноги. Дорогие друзья, страдает Христос. Когда Пилат уже не выдержал, и думал, еще одно будет для них испытание, накажу его и отпущу, и приказал бить его. 19-е Ла Иоанна, евангелист написал, и приказал бить его. Дорогие друзья, и Христа били. На конце этих сыромятных ремней были умонтированы пластинки, и каждый хлопок, удар по спине его, он подоставил хребет свой, бьющим, ланиты поражающим. Он как бы рвал куски тела, а ранами его мы исцелились. Какой чудный у Бога, даянный план какой. Ранами его мы исцелились. Сегодня очень хочется уже, о крови мы слышали, что оправданы, искуплены ею. А ранами исцелились. А кто не исцелен? Сегодня кто, как Фома, скажет, не поверю или не верит. Какой его страшный конец ждет? А ведь он мучен был, он изъязвлен был, язваный я за грехи наши, мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего был на нем. Ранами его мы исцелились. Сёстры мои, братья, так Господь открыл в них, когда я сейчас болел, размышлять, плакать на постели, рано мы его исцелились. Это великий агнез Божий, когда увидел его Иоанн Креститель, и написано так, есть в Евангелии, вот Иоанна в первой главе, 29 стих, и видит Иоанн идущего к нему Иисуса, и говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира. И еще через день приходит и говорит, подтверждает Иоанн, вот агнец Божий. Мы прочитали? Да. Лица своё не закрывал от поруганий и оплеваний. Всё тело было сплошная рана на нём. И ранами его вы исцелились. Та Фома неделю страдал. А когда встретился исцелённый, воскрикнул Господь мой, и Бог мой. Друзья мои, дети, подростки, кто как-то уклонился от этой мысли сегодня, взгляните на раны Христа. Взглянь на раны Христа, на терновый венок, и познай, как в любви он высоко. В 524-й псалом мы поём. Весь я с незам и зальюся, вспомнив о ранах Христа. О, как над ним издевались! Как заушали его! Гвозди так жадно упивались! Тело святое его! Мои дорогие друзья, мы идём к вечеринке. Мы сейчас преломим хлебушек, который символизирует его тело. И мы ломаем, и не думаем, оно было так изломано, тело Христа. Оно было очень ломимое его тело за нас, за меня, за меня. Прости меня, Боже, запели братья наши, прости, что я поздно к тебе прихожу. Прости, что я раньше тебя не познал, и другого иного тогда я избрал. Итак, ранами его мы исцелились. Это великая тема, это великая истина. Ранами его исцеляйся! Вдруг сомнение пришло кому-то на сердце, или не уверен во спасении, к ранам Иисуса Христа, к его израненной груди. Приди, взгляни с любовью, друг, и ставь ряды Господних слов. Сейчас, дорогие друзья, я попрошу склониться ещё раз и перед великой жертвой вот этого, Христа, перед этими знаками, которые будут подаваться, чтобы нам удостоиться, чтобы Бог достойно принять эту чашу, чтобы Бог омыл, очистил и освятил всех нас. Ему слава! За величайший подарок Вселенной Христа! Аминь! Многим людям это имя ни о чём не говорит, и в одном ряду с другими как история звучит, как забытое предание про Учителя Христа, у земных его скитаний ни кровь Голгофского креста. Ничего они не знают о спасительной любви, и душой не прибегают к возрождающей крови. Не открылся перед ними дивный свет его лица. Многим людям это имя только имя мудреца. Иисуса имя вне всех милей, Иисуса имя в душе моей. Иисуса имя мое блаженство, моя судьба. Этим именем чудесным к новой жизни я рождён, перед ним открыл я сердце, я свободен, я прощён. Кровь Спасителя живая смыла все мои грехи, очищает, исцеляет милость Божией любви. В этом имени чудесном торжество моих побед, в нём источник сил небесных вечной жизни дивный свет. В нём спасение основа, жизнь отрадная и светла. Перед именем Христовым убегают силы зла. Иисуса имя вне всех милей, Иисуса имя в душе моей. Иисуса имя мое безглава, мое блаженство, Твоя судьба. Иисуса имя мое безглава, мое блаженство, Твоя судьба.